Значит, рожь у нас, ну она как бы не то, что там стратегическая культура, но она довольно-таки тоже популярная. Почему? Потому что мы печем из нее хлеб, значит, мы делаем из нее муку, делаем крупы, делаем хлопья. Значит, здесь вот вся наша продукция представлена. Можете посмотреть, пощупать, попробовать. Также хлеб. Хлеб здесь цельнозерновой, ржаной. И какой хлеб? Спельтовый, да? Не, не спельтовый, а полбяной. Полбяной, ржаной. И здесь представлена еще булочка хлеба, у нас есть дровяная пекарня. Полбяной и бородинский. Да, и бородинский мы делаем. И у нас рожь идет как стратегическая культура в плане приготовления заквасок. Все хлеба, которые мы печем, они пекутся на ржаных заквасках. Рожь очень сильная на подъем. Качество хорошее. И плюс ко всему мы делаем из нее еще и солод. Солод вообще великолепный получается. Вот технолог с нами работает. Значит, говорит, такого солода, в принципе, я, говорит, даже на сегодняшний день нигде не встречаю. Солод очень активный. Солод тоже у нас в категории био. Это то, что касается вот ржи. И сразу слева, посмотрите, справа от вас, значит, это у нас полба. Ну, если хотите, давайте пройдем к ней ближе, потому что культура интересная. Значит, полба. Здесь у нас, вот здесь участок порядка 20, по-моему, гектар. И напротив вот участок, там порядка 60. Общей сложности 94 гектара. Полба у нас, значит, выкалашивается она довольно-таки гораздо позже, чем просто пшеница. Полба, это яровая культура, она из твердых сортов, она так, стекловидность у нее высокая. Ну и вот данный год, конечно, немножечко подзадержал вегетацию в плане холодной весны, в плане дождей, осадков. И она буквально, наверное, может, недели полторы, как вот, выколосилась. Ну и, хотя у нас в этом году осадков много, и погода плюсовыми температурой сильно не балует, но если на нее внимательно посмотреть, вот коллега спрашивает по болезням, есть болезни? Да, есть. Ну, поэтому оно и био, раз есть. Если бы не было, уже сомнения. А у нас нету. Ну и слава богу, вам надо в био работать. Приходите, приедете, посмотрите, у нас еще зеленая. А предшественник равно? Здесь зеленая. Здесь предшественник. Ой, сейчас не скажу. Ну, севооборот стараемся держать. Ну, сложно, я вам честно говорю, потому что севооборот у нас перенасыщен бобовыми, ну, зерновые. Вот, в основном, две культуры. Ну, этих... Гербицей даже нет? Нет. Мы работаем только игольчатыми боронами и штрагелями. А по веруху от брухуси? Брухуси есть такая проблема, она присутствует и она будет. Ну, получаем жалобы, вылетела с пачки, ну, а что-то сделает, ну, есть. Там вот личинку божьей коровки нашли, говорят, что она не живет вообще в грязной среде. Да, это правильно. Ну, что, полба. В этом году осадки позволили получить нормальные всходы. Получили мы неплохую густоту. Ну, видно сразу. Вот в прошлом году, кто присутствовал у нас на нашем аналогичном мероприятии, видели, в каком состоянии были посевы. В прошлом году даже по дневным остаткам чечевица даже не взошла. Горох тут был просто страшный, да, помните, стоял он такой ужасный. Полба, наверное, процентов 70 сходов всего было. Ну, в этот год может быть поднаверстай. Что еще по полбе сказать? Убирается нормально, вымолачивается хорошо. Убирается она колоском. То есть, здесь не зерно чистое мы получаем, а получаем колосок. То есть, здесь вот, если взять колос, убирается она вот такими колосками. Вот это, которые находятся у нас. Вот так она. Она в амбар приходит в таком колоске. Ну, без гостей. Потом задача, задача наша. Достать из этого колоска, достать надо само зерно. А можно сразу вопрос? Специфика полбы заключается в том, что достаточно сложно это зерно достается. И какие единицы оборудования вы применяете для того, чтобы достать зерно и дальнейшие все манипуляции с ним сделать? Хороший вопрос там в плане того, что мы сами с этим, как только начали заниматься 10 лет назад, мы с этим столкнулись, и это была серьезная проблема. Значит, мы перепробовали массу различных машин, ну, в общем-то, ничего не шло, пока мы не попробовали зерношелушильные агрегаты бюллеровские. Значит, меня свела судьба с товарищем из питерского мельничного комбината. Мы с ним договорились в свое время. Взял я три Аклунка и в самолете поехал к нему. Дня встретили, они мне выделили день, ну, даже не день, там полдня, они отключили чисто, чтобы пропустить, посмотреть, что получится. Я просто удивлен на таком большом предприятии, они пошли мне навстречу. И мы там с четвертого этажа запустили, засыпали, а на втором ловили это зерно, ну, поймали. Потому что там очень серьезный комплекс. Да, и мы получили чистое зерно. Мы в итоге у них же, мы у них же купили старые машины, которые они отдали в свой филиал в Тюмени. Ездил я туда, нашел эти машины, там их упаковал, загрузил, отправил домой. Мы этими машинами на сегодняшний день пользуемся. То есть мы шелушим зерно на бюллеровских машинах. Значит, выход, сразу говорю, готового зерна на полбе, получается, это цельного, я имею в виду, зерна, его получается около 50%. Это уже в чистом виде, в готовом, в товарном. Вот то, что лежит на столе зерно. Кроме того, значит, получается, что у нас? У нас получается еще дробленка, крупка, мучка. Все это мы разделяем. Весь ассортимент. Весь ассортимент, да. Дробленка идет на дальнейшую калибровку, мы выделяем фракцию крупы. Значит, то, что крупка, более-менее крупная, тоже мы убираем, выделяем. Это идет на муку. А мучка, более-менее крупная, там две фракции ее, мы пускаем на корма, а совсем уж мучку, мы ее просто продаем. У нас есть постоянные клиенты, кто и забирает. И все у нас уходит. Вопрос я специально задал, потому что на Черкассе есть предприятие, которое специализируется на выпуске оборудования, и в частности, по переработку полбы. Вы с ними контактировали? Нет. Почему я интересуюсь? Потому что нам рекламируют это предприятие. А как называется? Я вам дам название, я сейчас просто на память не помню. Но есть они, да, мне все. Ну, еще есть вариант. Есть компания немецкая, делает хорошие машины. Очень хорошие, скажу так. Понятно. Есть, в мире много чего есть. Да. Ну, дальше, значит, что? Значит, Ну, вот, фракции я сразу рассказал вам все, да? Вы это понимаете. Дальше что? Зерно идет у нас на производство хлеба. Мы, это зерно идет замачивание и производство зернового хлеба. Крупы, понятно, идут крупом. Мучка, крупная, не мучка, крупка, более-менее крупная, дробленка и цельное зерно идет на муку. Ну, все. Вам удается сбыть весь продукт в течение, ну, до следующего рожая? Значит, по основным культурам, да. А по полбе? Все уходит. По полбе уходит? Да. Вот на сегодняшний день, уже полтора месяца, мы практически заказов сильно не принимаем, потому что у нас остатки пошли только на производство хлеба. Потому что с полбой спрос есть. Мода пошла нормальная, да? Ну, главное же еще, понимаете, мода модой, а сроки работы предприятия, они уже как бы нарабатывают клиентуру, которая берет, берет и берет. Здесь, тут же знаете, как чем больше стажа, тем больше опыта в продаж и так далее. А какая урожайность у полбы? Значит, урожайности полбы последние 3-5 лет ниже 30 центнеров мы не опускались. А семена где берете? Наши семена. То есть, один раз, как вы его... Да, мы один раз их купили, они еще были тогда, вся эта полба была 3 года в конверсии. Мы эту полбу прошла на всю конверсию, перевели мы все эти земли наши уже в био. И затем мы эти семена практически только улучшаем. Еще раз говорю, у нас комплекс машин позволяет отбирать самое, скажем так, самое лучшее зерно и по массе тысячи там, и по остальным показателям. И даже зачастую, если уж подходить так, то если сравнить, допустим, наши семена и то, что предлагается, допустим, изначально, ну, допустим, там, каким-то либо институтом или чем-то, ну, тут еще и вопрос, чьи семена будут лучше. А какой сорт полбы? Руно. Ну, это национального центра зерна, да? Нет, мы в Зернограде брали. Ой, в Зернограде, в Краснодаре. В Краснодаре. Вообще-то, производство семян для органического земледелия это проблема. У нас в России их нет. И то, что они вышли на свои семена, получают органические. Ну, уже лет 8 мы на них. Это уже большой плюс. То есть, если и берут семена, то, ну, как правило, за рубежом. У нас нет предприятий, которые выращивали бы по органической технологии. Вы их не сертифицируете как семена органические? Оно вообще органика. А как семена мы работаем в этой сфере. У нас есть... Оно же должно быть еще за сертифицировано как органическое семена. Нет, мы просто получаем документы. Но у нас есть это что? Ну, это отдельный вопрос. Как семена, документы у нас на нее есть. Это самое главное. А если оно у нас органическое, то и семена органические. Ну, это есть, но документа нет, что это органические семена. Как нет? Ну, как нет. Ну, как нет. Есть сертификат на то, что это пшеница полба органическая А семена органические? Ну это, по-моему, это логично, если это органика и семенар Для наших чиновников нелогично А на семена у вас покупают? Пока нет Скажите, а почему пшеницу азиму не пробуют? Тут уже задавали эти вопросы, значит смотрите Что подразумевает и по ГОСТу, и по частным стандартам, по которым мы работаем Производство биопроизводства, оно подразумевает то, что если сложное предприятие, как у нас Что мы занимаемся и интенсивным земледелием, то есть традиционным И био, то есть не должно быть пересекающихся культур То, что у меня растет в био, его не должно быть у меня в интенсивном Поэтому в интенсивном земледелии у нас стратегические культуры Это у нас азимая пшеница, это у нас подсолнечник, ячмень, кукуруза Все А соя куда пустится? Соя? Да В Дальнем Востоке У нас она не растет Несколько все в обороте Все в обороте, причастники никакой Стараемся по полбе, стараемся бобовые, либо технические, но в основном бобовые По внешнему виду бобовые Да Значит В этом году мы парни оставляли и, честно говоря, угадали Потому что все взошло, все сорняки задавило Тут практически вы их не видите Прошлый год просто был ужас Какая норма высела? Норма, сейчас скажу, где-то порядка 230 Но она за один проход она не высевает Норма, сейлка Мы эти культуры сеем перекрестно Посеяли в одну сторону, потом сеем в другую сторону Потому что сейлки не выдают норму Она колючая, она что-то, колосками сеется То есть колосок посеяли, оттуда два ростка выходят Потому что в колоске два зернышка Обычными сейлками сеются? Ну, джандир, да, механика, 455-я Ну, что еще про нее рассказать Убирается хорошо Ну, стандартная уборка, что-то рассказывать Работай, работай На прямую убираете? Значит, смотрите Ну, кто обратил внимание Значит, у нас стоит на территории Здесь косилка, косыушка Это Росельмашевская Когда мы столкнулись вначале У нас не было этой косилки У нас были раньше Помните, кто занимается? Помнят, да? Были жадки ЖРБ Ну, в советские времена Эта жадка была как бы Довольно-таки востребована Потому что других не было Да, потери сумасшедшие Этот брус Входной на жадку И когда мы начинали с этой жадкой работать Особенно на чечевице Там пополам убирали Ну, просто жалко было на поле смотреть Ну, а что делать? И когда появилась эта кресовушка Мы ее сразу без раздумий купили С жадкой девяткой И мы последние 4-5 лет Практически перешли на раздельную уборку Вернулись к тому, как нас учили раньше Значит, все косим на свал Особенно в био это однозначно Потому что урожай тут не те Которые в интенсивке, да? Это не 50, не 60, не 80 центнеров Это тут 30 до 40 максимум может рождать А остальное до 30 Мягко, так скажем Вот Поэтому мы пользуемся активно КСУ Сроки уборки сокращаются Вообще всей уборки То и то на неделю где-то сокращаются Качество пшениц и в интенсивке И, соответственно, здесь Они тоже сохраняются Даже где-то и улучшаются качества Потому что до обмолота зерно отлежалось уже здесь Дозрело в волке Вот, ну, понятно На погоду смотрим Потому что когда Были у нас такие ситуации Когда урожай подходил под 80 центнеров пшеницы Мы свалили То эти там, те волки, что не успели подобрать Они убирались уже чуть ли не На подведение итогов Пока оно все высохло Поэтому дело скользкое Надо следить, смотреть и понимать Когда валить, а когда не валить И скорость уборки резко возрастает Просто хочу пример привести Вот за этой лесополосой Там клетка 141 гектар Ее свалили Девяткой, жадкой Девяткой, да Вот Утром в 8 часов Или полвосьмого Зашли комбайны Убирать 4 акраса 10 вечера поле закончили С урожайностью 68 центнеров То есть мы ускорили Потому что зерно Напрямую, как бы вы не хотели Все равно Кола этот, стебель так не режется Все равно он хуже режется И обмолот Жестче идет Когда зерно отлежалось 2-3 дня В волке И вся масса Соломистая Обмолот просто Просто свистит Поэтому Рекомендую всем Вот Соломы оставляете на поле? Да, измельчаю Значит Естественно Рассельмашевские комбайны Не в состоянии Нормально измельчить Зерно Как бы там они не пыжились Ну не получается У них Ни на последних Ни на роторах Ни на чем Вот Но мы От Рассельмашевских Отказались Комбайнов Мы перешли на комбайны Нью-Холланды Восьмой серии 8-80 Это самые мощные Клавишники Ну клавишники эти Они даже Торумы перекрывают Процентов на 30 По скорости По качеству Вообще Ну там Измельчение Вообще Пыль Там просто Приятно После них работать А это Большая проблема Потому что Там где Остается Много Соломистой массы Со всходами Проблемы Потом При заделке В почву В поверхностном слое Начинаются Именно в процессе Весеннего окущения Идет Когда много Соломы После Рассельмашевских Комбайнов Начинается Процесс Зниения Идет Отравление Корневой системы Ну Много Причин Здесь От этого Мы ушли Алексей Иванович Используете препараты При заделании Соломи Да мы бы рады Использовать Но последнее время Последние лет Десять Момент Когда надо их носить Чтобы она работала Стоит под 40 температур Оно не работает Может в этом году Что-то сработает А так Даже это просто Выброс денег Я понимаю Что это хороший препарат Они работают Нормально Все Но Не для наших условий Сидеральная культура Используете? Когда нужно Использовать сидерат Опять жара Она не растет Вот сидерат Надо было В мае посеять Но в этом году Может быть и посеял Но площадей нет Либо пар Надо было оставлять Потом посеять Потом в августе Заделать И потом посеять Нам озимая культура Допустим Да? Сразу после уборки Если напрямую Сеять не получается? Да нет конечно Не хватает влаги Для всадок? Да вообще Откуда влага? А вообще Пользуетесь Когда-нибудь Сидеральными культурами Используете? Это не для нашей зоны Я смотрел Как вот ездил На день поля Биополе Ездили мы В Германию Да там сидераты Там растет Но там и осадков 800 А не 400 Как у нас Вот у них там Все это работает Ну все Вроде я По полу Би рассказал Если есть вопросы Задавайте